Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать расклад, который предложил Александр Невский. Называется он «Какой я специалист?». Скорее всего, мы будем рассматривать с вами качество. Я не буду, потому что запрос звучал, насколько я успешный. Здесь по вопросу успешности тоже, в принципе, можно будет посмотреть. Но мне хочется сделать такой небольшой расклад по описанию того, какой вы специалист. И я вот думаю, когда я записываю этот расклад, когда он выйдет. Но на всякий случай. Меня попросили сделать кнопку спонсорства. Я ее сделала. Если мне YouTube ее согласует и дает окей, то, по идее, в тот момент, когда выходит этот расклад, вы уже сможете увидеть кнопочку спонсорства под видео. Я запишу отдельное видео с пояснением, что и как. Но на всякий случай имейте в виду, что я создала на своем канале спонсорство. По-моему, там видео, которое дополнительно записывается с пояснениями о том, что такое спонсорство, оно, по-моему, доступно всем. В общем, не пропустите этот ролик. А мы с вами будем работать сегодня на колоде неба-земле. Я приготовила колоду темного света. Но я как-то не уверена, что я буду на ней работать. Вот просто иногда знаете, как это для дубляжа, чисто интуитивно. Не все колоды подходят для всех раскладов, с моей точки зрения. Здесь все связано с энергетикой. Так, позиция перед вами. Начиная с голубого. Тайм-коды есть в описании. Точно так же, как в описании к любому моему ролику, есть ссылка на мои услуги. Если кому интересно, что и как, и как со мной связаться. Все там написано. А мы с вами приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. Так, сторону. Еще сторону отодвину. Первая позиция. Какой я специалист? Давайте посмотрим. Аркан умеренности. Смотрите. Я бы сказала сбалансированный, такой, знаете, уравновешенный человек. Без фанатизма. Без каких-то стремлений карьерного роста. Опять-таки, если мы говорим... В самом начале я не озвучила, да, что, наверное, это само собой разумеющееся. Что расклад подходит к тем людям, которые работают, да. Вот. Просто потому что я знаю, что у меня на канале есть и пенсионеры. Итак, какой вы специалист? Человек. Во-первых, человек очень пунктуальный. Вы достаточно... Как это сказать? Корректно подходите к своей работе, да. Типичный. Как это объяснить? То есть... Сейчас найду подходящее слово. Ну, вот, скорее всего, даже пунктуальный, да. То есть вы подходите серьезно к своим обязанностям, обязательствам. То, что вам нужно сделать. То есть достаточно серьезно, но при этом без фанатизма. Без какого-то, вот, знаете, вот желания куда-то там расти. Что стремиться к чему-то. Я бы сказала, что ваше внутреннее состояние, оно для вас важнее и значимее, нежели как-то вот очень активного проявления себя в социуме. Позиция умеренности – это важный такой момент для вас, как для специалистов, чтобы быть в балансе. Вы делаете больше акцент на процесс. Не на результат, а на процесс. Вам важна вообще вся обстановка. Желательно, чтобы на работе было, знаете, все так спокойно, ровно, хорошо. Пришел, сделал свою работу и ушел. Без каких-либо стрессовых ситуаций. Здесь люди, которые, знаете, с одной стороны вы и выносливые, но с другой стороны вы как будто бы не можете долгое время находиться в стрессе. То есть, если ваша профессия там как-то вот связана с рисками, да, с как-то взаимодействием с людьми, напряжение какое-то, вас это очень сильно выматывает, да, вам хотелось бы. Здесь у меня ощущение какое-то, вы знаете, вот усталости. Человек, который, может быть, работает, поскольку я помню, расклад предлагал Александр. Александр, если вы, у вас есть дежурство, например, да, то здесь ощущение того, что человек очень много работает, очень много дежурств берет и присутствует некая такая усталость. То есть здесь ощущение того, что сейчас у вас период такой, когда вы работаете на грани своих возможностей, да, на пределе своих возможностей. Здесь вам желательно отдохнуть, да, вот здесь вот такое ощущение тоже есть. Либо, наоборот, желание, ну, то есть если нету многочасовой такой работы, да, и усталости, то здесь присутствует такое вот, знаете, фоновое ощущение некой такой тишины. Лень, вот прям вот потребность, знаете, вот в какой-то душевном успокоении. Здесь не про лень, а здесь вот именно бывают такие моменты, когда маленькие дети, они очень долго-долго кричат, особенно когда, ну, либо плачут, вот эти вот шумы, и возникает такое ощущение, да, хочется тишины. Но тишина внутренняя, вот здесь вот ощущение того, что необходимо прям какая-то вот внутренняя тишина, расслабление. Терпеливые, вы очень терпеливые, я могу сказать, что вы обращаете внимание на детали. Мне здесь, знаете, показывают такую картинку человека, который сидит, вот знаете, с паяльником. Я не знаю, почему с паяльником, да, но вот занимается выжиганием, и здесь нужно иметь очень такую твердую, уверенную руку, да, то есть четко понимать, что я делаю. Здесь действительно мастера проходят, да, здесь мне не проходят какие-то вот начинающие люди. Здесь люди с таким, знаете, достаточно поставленным характером, понимающие свои обязанности, да, то, что они должны делать, что они должны выполнять. Вот, с пониманием, ну вот точность, точность какая-то здесь мне присутствует, да, пунктуально. Здесь человек, который постоянно, я говорила о том, что вам неинтересен карьерный рост, но это не означает, что вам неинтересно оттачивание своего собственного профессионализма. То есть это вот каким-то образом влияет на ваш характер. Вы будете на своей работе расти для себя. Не обязательно продвижение по лестнице вверх, а вот именно оттачивание своего какого-то мастерства, да, повышение квалификации для себя самого. Для вас это важно, для вас это вот прям необходимо для вашей какой-то уверенности в себе. Еще какой вы специалист. Ну вот смотрите, четверка педакли также у нас показывает про некую такую стагнацию. Человек, который накапливает, да, вот вы накапливаете свой опыт, свое какое-то мастерство. Вы не тот человек, который идете в риск, не тот человек, который как-то привносит какие-то новшества, да, в свою профессию. Вам это не нравится, не то, что вы это не можете сделать, вам это не нравится. Если вам, знаете, например, как у меня, да, в профессии таролога, чему-то научился, все, на этом уровне я и нахожусь. Да, я могу что-то новое изучать, но при этом, там, я не знаю, привносить какие-то новые темы в свою, в свои расклады, да. Либо, там, я не знаю, как-то другие ракурсы подбирать. Ну вот что-то такое новое, да, здесь не присутствует. Здесь люди, которые хотят сохранять. Здесь люди, у которых есть своя точка зрения, такая, знаете, устаканившаяся. И здесь есть какие-то такие моменты, знаете, вы не тот человек, который, вот если бы вам привели стажера, вы бы поделились своим каким-то опытом. Не потому, что вам жалко как-то, а просто потому, что вы, вот здесь вот какая-то степень лени может быть тоже проходит. То есть вам не хочется как-то вот много говорить. Я не знаю, здесь, здесь такой, знаете, может быть интересный момент, такой противоречивый. С одной стороны, ваша профессия может быть связана как раз-таки с использованием речевого аппарата, да, то есть там, где вы очень много разговариваете. Но тогда при таком условии дома вы очень молчаливые. Мне здесь почему-то идут люди, которые молчат, да, даже если, допустим, ваша профессия связана с передачей информации. То есть такое, знаете, вот какое-то внутреннее желание больше молчать. Молчать. Еще, какой вы специалист. Аркан повешенного. Ну вот видите, у меня все карты, они какие-то медлительные, да, здесь нету вот какого-то прорыва, прогресса. Опять-таки, может быть сейчас у вас этап такой. Я всегда про это говорю, потому что все зависит от того, в каком настроении. Ах, что-то у меня шея заболела. В каком-то, в каком настроении вы смотрите расклады. Вот здесь вот гибкости, да, не хватает. Потому что тут у меня такое вот ощущение в шее, что как-то побаливает. Расслабление, да, вот здесь вот какое-то, может быть, одновременно, при одновременном здесь есть и напряжение, да, может быть. Вот еще расскажу, у вас какая-то работа, может быть, она и напряженная, стрессовая. И в то же время есть какой-то, вы знаете, вот внутренняя уверенность, расслабление. Вот здесь вот две вот этих вот энергии, они одновременно идут. Я не знаю, как можно быть напряженным и одновременно расслабленным. паркану повешенному ну как я уже сказал да вы человек который не не торопитесь не торопите вы опять-таки здесь смотрите с одной стороны вы можете идти на уступки а с другой стороны вот здесь вот действительно как будто бы человек настроение да иногда вы прям становитесь упёртым и говорите нет я я не буду это делать не знаю почему то есть нет каких-то причин да то есть все вот зависит в какой момент вас поймаем иногда вы можете быть вот достаточно гибкими идти на уступки а иногда можете быть таким достаточно жестким человеком который ну принципиальным да есть у вас какие-то вот убеждения какие-то принципы правила морали которым вы не не уступаете а иногда можете как-то вот пожертвовать я не знаю своим временем своими ресурсами силами иногда у вас есть такое иногда можете пожалеть какого-то человека но это бывает очень редко и вот что-то сделать но опять-таки если вы идете на уступки это лишь потому что вы так хотите здесь нет вопроса выгоды здесь есть вопрос каких-то ваших принципов и моральных правил какой еще вы специалист иногда на вас накатывает что-то такое что вы не уверены бываете иногда не уверены в своем каком-то выборе здесь знаете вот опять-таки касательно скорее всего новшеств делать или нет иногда и желание что да я хочу я это сделаю а иногда вы как будто бы начинаете сомневаться но не в своем мастерстве а в том что нужно ли вам что-то сделать или нет нужно ли что-то менять или нет вот здесь вот иногда сомнения результата своей работы проходят что еще семерка мечей чем связано знаете вот здесь такое ощущение что присутствует вот какой-то самообман хитрости касательно именно своего профессионализма иногда вы не принимаете как-то вот может быть занижаете занижаете свой профессионализм знаете почему чтобы не работать больше потому что вы и так очень много вот я могу сказать что по этой позиции у меня люди идут трудоголики и иногда чтобы не нагружать себя еще больше работы еще больше какой-то ответственностью скорее всего вы не идете в новое потому что вот это вот новое но предполагает дополнительные какие-то действия вы и так много работаете вот с чем здесь связано хитрость чем ну вот с принятием решения ну вот я говорю вы нерешительный человек я не могу понять то ли вы вы всегда такой неуверенный либо бывают такие моменты что вам сложно как-то принять какое-то решение здесь вот неуверенность знаете с чем связано еще раз скажу не с вашим профессионализм своей профессии вы уверены в своих действиях что и как делать вы четко знаете а вот здесь знаете скорее всего вы в своей голове рождаете большое огромное количество каких-то идей задумок и вы не всегда уверены надо ли их реализовывать или нет то есть дадут ли они какую-то отдачу или нет вот здесь такое потому что вы действительно генерируете вот гений да гений идей каких-то постоянные вот мысли какие-то есть а что если вы так сделать а что если вы так сделать но это остается только на уровне вашей логики до вашей голове то есть до дела это как каким-то образом не доходит да я не буду сейчас рассматривать почему в чем причина но в голове вы генерируете огромное количество идей на вот такой вот вы специалист по первой позиции я сказал что не буду делать большой расклад смотрим позиция номер два двоечки какой вы специалист на данный момент луна луна здесь здесь по-разному может быть но однозначно вы человек который опирается на свою интуицию свои больше бессознательные какие-то процессы здесь здесь присутствует знаете много каких-то страхов сомнений непонятных моментов туманных ложных обманных иллюзорных каких-то моментов то есть вы как специалист можете не понимать даже самих себя здесь хочется сказать какой я специалист интуитивный да то есть бывает так что когда вы как-то вот не зацикливаетесь на своей работе у вас все идет как-то вот по накатанной все хорошо как стоит вам только задуматься как и что я прихожу к этому моменту я извиняюсь но найти глаза просто закрывается хочется закрыть глаза и говорить закрытыми глазами не знаю почему вот здесь у вас скорее всего тоже такой момент что вы как будто бы как специалист не видите вы либо не видите свои свой дальнейший путь вот здесь как-то знаете вот проснулся какое у меня настроение такое значит я буду делать что-то соответствие своим настроением нету настроения не буду делать либо здесь как специалист вы не видите свои перспективы куда вы идете к чему мы идете до к чему вас вообще приведет каким специалистом вы хотите стать здесь очень много не недопонимание помимо страхов которые есть неуверенности в себе но здесь вот ваша сильная сторона это как раз таки ваша бессознательная работа с со знаками символами вы очень хорошо разговариваете с природой с миром считываете эти знаки понимаете еще какой вы специалист ту спиндакли ну смотрите здесь вопрос знаете ощущение того что я говорю как-то на удачу здесь нету структуры здесь нету какого-то планирования понимания здесь вот мне показывают какую-то вот больше общую атмосферу то спиндакли показывает нам удачу да какое-то вот счастливое стечение обстоятельств не вы как будто бы как специалист полагаетесь на удачу ну к примеру если вы работаете с клиентами то ваша клиентская база это вот чисто как бы так сказать на удачу вот может где-то сработает сарафанное радио то есть не не то что вы прикладываете какие-то усилия а вот как будто бы вам вселенная приводит людей какие-то шансы то есть вот вы профессионал такой знаете как от момент вот как бывает художники да вот они рисуют они создают какую-то свою работу и они не знают выстрелит она или не да причем она может выстрелить и получить какие-то миллионы так картина продастся а может быть что эта картина нравится самому автору но она не заходит как-то для людей для народа как-то вот но не подходит не понято не признана вот здесь вот что-то такое да вы и вы не знаете вы причем можете очень много долго долго работать совершать какие-то маленькие работы и там где вы не ожидаете это может дать какой-то вот успех поэтому здесь люди с творчеством может быть связаны либо знаете с как-то вот хочется сказать с астральным планом с тонким миром там где вот что-то пощупать не невозможно то есть есть какие-то такие вот профессии которые почему-то у меня мысль идет да как это инфо цыгане то есть те которые продают как будто бы воздух не что-то конкретное что можно потрогать а вот продают воздух и неизвестно как это выстрелит это как-то вот то ну с творчеством однозначно здесь связано да но например там я не знаю как называется профессия когда ты можешь воодушевлять как-то других людей да знаете вот как-то вот поддерживать словом сказать что-то воодушевить на то чтобы у другого человека как-то вот пошло все хорошо еще какой вы специалист а здесь вот у нас появляется аркан колесницы до кон движения аркан прорыва желания вот здесь у вас есть желание до достижения каких-то своих целей но здесь нету как я уже говорила ранее четко структуры понимания как я могу это знаете вот есть точка которой вы находитесь и точку б в которой вы хотите прийти но как туда прийти вы не знаете не понимаете либо ваша как-то профессиональная сфера связана с передвижением с передвижением и как я уже сказала да вот воодушевлением да вдохновением других людей на прорыв то есть не вы совершаете прорыв и движение а другие люди вы их как будто бы как там мотивируете да показываете какие-то возможности показываете какие-то шансы либо показываете людям о том что в этом мире есть нечто большее помимо материального ну то есть душевное состояние нашей души на это нужно сделать акценты вот вы как будто бы разворачиваете людей на 180 градусов чтобы они больше делали акцент на своем духовном состоянии здесь что такое но и с другой стороны может быть ваши какие-то передвижения здесь люди любят море море волны волны не знаю почему волны причем это могут быть большие волны да как любители серфера серфинга так и а еще знаете вот как это на на доске стоишь и это самое с парашютом не знаю как тот не так показывает либо кому-то нравится ну вот здесь вот вода почему-то да причем это не озеро и не река это именно море и океан вот эти вот ночные как-то прогулки под луной и запах моря прям йода вот это вот может быть вы живете возле моря хорошо что еще как какой вы еще специалист восьмерка кубков здесь уход от чего к чему ну смотрите на данном этапе вы по крайней мере для себя определились уже с путем это важно то есть понимать куда я иду к чему по крайней мере я иду да и как я уже говорила ранее не понимаю как но куда и туда потому что вот здесь у нас идет уход уход от какой-то вот неуверенности до от первых шагов возможно вы как специалист вы не начинающий но вы еще и до середины пути не дошли вот где-то в начальных да то есть вы не совершаете первые шаги вы их уже совершили но при этом вы не находитесь на половину своего пути где-то вот в начале но по крайней мере у вас появляется уже вот это вот внутренняя уверенность да внутренняя сила либо вы прикладываете какие-то усилия для того чтобы достичь что-то да то есть здесь вы включаете как-то уже свою дисциплину так и говорила ранее да вы человек настроение но здесь уже как будто бы присутствует где-то как-то вы боретесь со своей ленью может быть да где-то вот силу воли прикладываете что надо это сделать да раньше вас такого не было а сейчас уже появляется вот в вашем лексиконе вот это слово надо хочу не хочу надо но это не насилие над собой это больше как-то вот в сторону дисциплины вы идете к большей уверенности в себе я бы так сказала да вы уже как-то преодолеваете свои страхи справляетесь с ними уже больше знакомитесь уже больше понимаете как-то где-то договариваете с ними то есть если раньше страхи вас останавливали нету сейчас вы уже как-то учитесь взаимодействовать с этим какой вы специалист ну вы специалист по у девятки педагли я бы сказала что вы еще не являетесь таким человеком по девятки педагли который хорошо плотно стоит на ногах мы по крайней мере вы уже для себя определили что я хочу стать человеком я бы не сказала успешным я бы сказала просто с человеком который зарабатывает достаточное количество денег чтобы не не быть в нищете здесь не про успешность здесь мне кажется вам вообще не интересен успех вам интересны финансы для того чтобы жить комфортно удобно но опять-таки здесь не про наличие больших сумм большого количества вам страшно вам страшно иметь большие деньги но при этом да ясное дело что деньги нужны но опять таки не для выживания а вот именно для комфортного для удобного такого существования что по крайней мере на ваши потребности вам хватало вот у вас есть четкая вот это вот порог притязание ваших финансовых каких-то желаний да вот я больше не хочу и на меньше тоже не согласна хорошо еще какой вы специалист ну вот выпадает восьмерка педагли краски карта показателя специалиста до мастерства человек который мастер в своем деле мне хочется спросить а в каком деле если я смогу смотрите аркан смерти и тройка кубков в каком деле здесь ощущение того что у вас как будто бы какая-то новая профессия либо выду задумываетесь сменить свою профессию либо вы уже сменили эту профессию и вы как-то вот в новом деле начинаете постепенно постепенно развиваться эта профессия так или иначе будет связано с предложением каких-то услуг вы работаете здесь людьми здесь не с предметами здесь люди работают с людьми потому что по тройке кубков все-таки это какое-то эмоциональное наполнение и тройка кубков нас всегда говорит о неком таком сотрудничестве на здесь вы с людьми работаете может быть женском даже коллективе если не женщинами то как минимум женском коллективе либо как минимум энергии такие мягкие женские вас окружают здесь предоставление каких-то услуг что за услуги смотрите здесь вопрос может быть непосредственно напрямую связан с детьми либо услуги с людьми более младше вас по возрасту либо люди как-то вот незрелые может быть даже и в своем сознании но мне кажется здесь больше как-то вот с молодежью с детьми там где как-то легко понятно это вот как-то близко к вашему внутреннему состоянию так это у нас с вами была вторая позиция и мы с вами переходим позиция номер 3 зелененькому камешку посмотрим какой вы специалист ту же слов знаете вот хочется сказать что у вас есть амбиции вы амбициозный человек по крайней мере у вас есть очень много желаний у вас есть очень много каких-то таких ярких идей которые либо зажигает вас либо зажигают других людей да вот я с как разки спросила то есть это новая какая-то профессия потому что все-таки туз у нас всегда говорит про начинание выпадает десятка мечей как завершение да то есть начало и завершение здесь вы можете быть на смене профессии либо на смене какого-то этапа вашей жизни в профессиональной то есть вот что-то новое до зарождается однозначно вашей работе либо вас как профессионала здесь смена каких-то взглядов смена опять же таки не для всех но вот здесь как будто 50 на 50 до кто-то меняет профессию а кто-то просто выходит как-то вот на новом на новом этапе на новом витке какой вы профессионал вы уже состоявшийся профессионал да значит это скорее всего не новая работа либо знаете как это может быть какой-то филиал допустим ваша компания открыл какой-то филиал и вы вас перевели в новый филиал то есть в принципе работа та же а место может быть работы другое потому что здесь есть вот как смена как какого-то цикла до что-то вот какое-то обновление какой вы профессионал ну вы достаточно успешный потому что королева жезлов этот архетип бизнес леди независимо от того кто вы мужчина либо женщина то есть человека который уже состоялся человек уже известны в своей профессии да и вас уже знают у вас есть уже определенная репутация причем репутация такая достаточно позитивная хотя вот у вас какой-то не показывает своенравный такой характер с балмошной иногда бывает вы можете как-то знаете стервозный хочется сказать независимо того еще расскажу мужчина вы или женщина то есть не то чтобы непредсказуемый но иногда непонятно как вы среагируете здесь вот что-то такое знаете иногда проходит какая-то какой-то вот бздык вашей голове и проходит у вас появляется какая-то надменность над людьми я не знаю с чем это связано может быть из-за того что вот многогодовой опыт иногда хочется сказать вот как будто бы без попутал и что-то вы начинаете делать как-то ну не то чтобы огрызаться с людьми но какое-то вот ваше отношение к людям она становится не совсем корректным но это бывает не не часто и не со всеми вот бывает так что вот какой-то человек начинает вас раздражать там я не знаю либо это партнер либо это клиент ну вот что-то такое на вас нападает и вы становитесь каким-то таким с балмошным человеком не уравновешенным а так как правило вы достаточно легки в коммуникации общительные люди прислушиваются к вашему мнению вас уважает как я уже сказала у вас есть устаканившаяся репутация в тех кругах которых вы общаетесь очень общительные коммуникативные такие яркие личности но знаете здесь показывает такое что на работе как будто бы даже если вы работаете на удаленке у вас всегда есть маска какого-то такого знаете идеального человека идеального эксперта то есть если вы одеты вы одеты всегда с иголочки вы себе не позволяете там ну я не знаю там спортивной форме прийти куда-то на работу дали бы там с джинсах нет то есть вот дресс-код которому вы соответствуете есть такая картинка такой образ которому вы всегда должны соответствовать а потом приходите домой если знаете как ощущение того что и женщина на каблуках ходит потом снимает вот такая знаете попустила так ноги вот почему не показывает женщина именно женщина сидит до туфли на каблуках сняла и вот как-то пятки потирает да либо вот вам нравится массаж на ноги знаете такое выдохнула да сняла свой образ а теперь я буду домашней кошкой то есть ушла вот это вот львица дикая львица да а дома такая мягкая пушистая расслабленная знаете у меня такое ощущение что может быть большее количество людей здесь которые не состоят в семье я не говорю что у вас нету отношения но здесь мне показывает что человек как будто бы приходит домой отдыхать на либо вас дети уже взрослые да и вот вас никто в принципе не беспокоит почему потому что здесь вот как будто бы ощущение того что приходите домой именно расслабиться потому что работа какая-то такая где надо все время себя держать да вот как-то держать на высоте соответствовать какому-то образу статусу здесь очень много переговоров да здесь вы можете разговаривать очень много ну то есть здесь могут быть менеджеры да к примеру там все что связано с продажами потому что мне показывает здесь очень много как это встреч встречи где люди сидят беседует прям вот большом количестве дата я не знаю например как пятиминутка и дай отдаются какие-то распоряжения да причем вы не в подчиненном в подчиненной позиции то есть даже если вы и в подчинении то например там старший менеджер пример да не просто разнорабочий здесь нету простых разнорабочих здесь люди которые вот при при статусе да то есть в вашем подчинении есть люди как минимум 31 либо 3 ну то есть у вас есть команда мне не показывают качество вашего профессионализма мне показывают вот вашу рабочую сферу как вы здесь общаетесь с людьми как где-то договариваетесь здесь очень много раз переговоров вот много переговоров это могут быть по телефону переговоры это могут быть личные какие-то встречи это могут быть договоренности то есть вы куда-то ездите находитесь в движении и не знаю что сегодня происходит но я почему-то не могу открыть глаза такое странное состояние в раскладе вот у меня во второй позиции тоже такое было знаете хотелось закрыть глаза то есть ну считывайте информацию закрытыми глазами может быть здесь знаете какая-то вот усталость усталость проходит да вот хочется мне показывает человек который хочет сесть почему-то именно такое мягкое кожаное кресло и вот как-то выдохнуть знаете расслабиться хорошо какой вы специалист покажите какой специалист ну рыцарь кубков человек опять-таки знаете который получает удовольствие от своей работы вам нравится почему-то мне идет кризис менеджер я не могу понять то есть вы умеете решать задачи проблемы других людей что ли рыцарь кубков нам всегда показывает про человека который больше работает не ради карьеры а ради получения удовольствия от работы здесь какие-то вы знаете вот душевные беседы то ли ваша работа связана с тем что как-то соприкасаетесь души другого человека здесь как будто бы две категории людей да одни вот какие-то вот бизнесмены такие знаете очень серьезные тетеньки и дяденьки а другая категория людей которые как-то работают и не могу понять то ли здесь дома то ли это какая-то вот работа домашняя просто здесь какая-то более расслабленная такая не атмосфера уютная но я не знаю может быть например если это это не салон красоты это вот какие-то спа знаете вот какая-то такая атмосфера где присутствует вода вода такое приглушенный свет и какая-то вот такая музыка расслабленная то есть ну вот например когда люди ходят на массаж да знаете вот не яркий свет какой-то вот он приглушенный такой чтобы люди расслабили расслабились потому что здесь как-то ваши беседы они какие-то задушевные может быть вы работаете например психологом и вот вашем кабинете такая знаете атмосфера каким-то образом напоминает внутриутробное что такое вы знаете располагающие комфортно уютно вот здесь какая-то такая атмосфера то есть одна напряженная такая жесткая мужская а другая вот какая-то более как же ее назвать то вот именно когда ребенок находится внутриутроби утробия то есть как-то знаете в тишине в комфорте в спокойствии но при этом присутствуют переговоры здесь опять таки разговариваете но разговариваете вот как будто бы душу и человека что это такое а каких-то утрата тогда здесь может быть к примеру если вы там адвокат до каких-то разводов то вот с одной стороны вы должны быть как-то системные структурные ну то есть разговариваете о законе а с другой стороны вы как будто бы еще и поддерживаете человека который в процессе бракоразводном находится как будто бы в каком-то подавленном состоянии то есть вы еще заботитесь о его эмоциональном состоянии то есть люди как будто бы заботиться об эмоциональном состоянии другого здесь две абсолютно кардинально противоположные профессии идут и в той и в другой вы находите вы вы хороший специалист специалист который смотрит в будущее да то есть вы расширять я говорю может быть даже если вы работаете сейчас на себя вы как будто бы расширяете свои горизонты свои возможности здесь как будто вы знаете было принято решение вы уже его приняли и идете в новое вот вам открываются как будто бы новые какие-то двери новые горизонты либо идет некое такое расширение с чем она связана она связана как раз таки с тузом кубка второй туз здесь именно начало здесь работа будет связана как-то с вашими талантами способностями да с вашим эмоциональным планом однозначно вам эта работа нравится я могу сказать я не знаю как вас там по финансам но она вам нравится она вам приносит вот какое-то эмоциональное наполнение удовлетворение еще какой вы специалист ну вот смотрите значит то что я сказала две категории первая у нас была королева жезла вы знаете такая независимая бизнес-леди он даже если вы мужчина такая знаете вот профессия активная щедрая яркая то что я сказал да светская львица то есть человек который на виду у человека которого много связей много знакомств а вот другая скорее всего она больше связана по верховной жрицы с практиками да вот то что я сказал здесь люди скорее всего там не знаю может быть защиту ставят может быть практике как-то вот с эмоциональным состоянием с тайными какими-то эзотерическими знаниями связаны с каким-то вот внутренним состоянием может быть как-то работают женщинами здесь такое тоже может быть да все что связано с как-то с чем-то сакральным мистическим ну и в том числе психологи до люди которые считывают информацию интуитивно вот здесь две категории кто-то работает действительно как-то вот на дому а кто-то работает именно противоположность до в социуме но вы отличный специалист так или иначе кто-то здесь работает в медицине сфере медицины потому что по верховной жрице у нас проходу проходят медики проходят люди которые заботятся о других людях знаете вот это вот любовь причем интересно забавно одна категория людей очень любит людей а другая не то чтобы вы любите какая-то вы знаете конкуренция проходит какая-то вот жесткость борьба с людьми одна проходит вот именно эзотерическая такая знаете всеобъемлющая любовь в таком состоянии а другая в постоянной какой-то вот борьбе еще покажите какой вы специалист сегодня мне не показывает какой специалист а больше показывает вас как в профессии я не знаю почему вот аркан высшего суда да то есть здесь как раз таки вы у вас может быть какой-то семейный да тоже бизнес там я не знаю из поколения в поколение там врачи либо из поколения в поколение адвокаты то есть вот семейное что-то такое как вы специалисты но здесь знаете здесь однозначно вы переходите на какую-то новую ступень новую новой здесь какие-то перспективы связанные они как-то с вашим внутренним ростом да вот я знаю там например были замдиректор стали директором да там были не знаю насколько это возможно простым врачом стали главврачом вот что-то такое то есть какая-то новая должность здесь идет полное перерождение перерождением во что-то такое более качественное более профессиональное здесь также идет кто-то вот может быть выздоровление какое-то ваше вот именно в профессиональной сфере как-то вот выздоровели до окрепли стали сильнее стали лучше более как-то вот увереннее в себе да то есть человек который с меньшими какими-то страхами здесь вот уверенность при мне проходит уверенность человека своих знаниях до в своем мастерстве в своем профессионализме здесь человек который закрыл огромный цикл в своей жизни и что-то новое начинается здесь человек который как будто бы после переоценки чего-либо то есть возможно вы долгое время в чем-то сомневались были неуверены а вот здесь вот вы как будто бы приняли какое-то решение для себя скорее всего ситуация здесь как будто бы привела вообще жизнь как будто бы вас привела к тому что вы сделали переоценку ценностей и определили здесь ощущение того что люди как будто бы нашли действительно свое место в профессиональной хочу сказать предназначение потому что я не люблю это слово а вот здесь вот как как будто бы вы нашли свое место в профессиональной сфере то есть знаете вот бывает так я наконец-таки осознал либо за что я нахожусь на своем месте я на правильном месте да это мое дело здесь вот как будто бы человек наконец-таки и почему я говорю наконец-то что долгое время здесь были как будто бы сомнения и вот здесь вот вы поняли как-то приняли может быть кто-то я не знаю гипноз гипнозом занимался ну либо вы завнимаетесь да вот и как-то через как какие-то практики через какие-то действия пришли к тому что вспомнили на что вот вот это вот мое место вот этим я должен заниматься либо здесь человек начал заниматься тем что когда-то давно было оставлено было забыто и вот сейчас как будто бы вот тут а все таки здесь человек идет по своему внутреннему зову вот у вас есть очень яркий такой выраженный зов того чем вы должны заниматься куда вы должны прийти и вы это как будто бы приняли раньше не было такого поэтому сказать какой вы специалист ну человек который находится на своем месте он всегда будет самым классным специалистом здесь уже можно ли сказать что вы успешны и чисто интуитивно да вы не простой человек вы это человек которая за как к которому приходят за советами за знаниями вы такой человек знаете достаточно даже иногда и резкий решительный человек но но вот мне здесь идут какие-то знаете вот прям директора прям высокий такой статус прям статусные очень люди если вы таким не являетесь то возможно это ваше восприятие себя что не то чтобы вы достигли пика я могу сказать что потому что здесь выходит королева все-таки да это не король то есть есть к чему стремиться но однозначно вы не не там где-то внизу нет вы где-то от от середины выше ближе к пику ближе к пику если не на пике то ближе к пику своего мастерства вот такая вот у меня была и третья позиция я благодарю вас всех за внимание хочу пожелать вам отличной недели для информации скажу что теперь пятничные философские расклады будут доступны только спонсор вот по пятницам я буду делать такие же расклады как и в другие дни да на разные темы но вот философских больше раскладов для общей аудитории не будет они будут доступны только для спонсоров если вы еще не видели ролик о спонсорстве в разделе сообщества будет ссылка на него посмотрите может быть вы захотите стать спонсором канала а я хочу пожелать вам отличной недели побольше улыбок хорошего настроения здоровья и удачи пусть вас жизнь пусть вашей жизни все будет класс супер всем прощаюсь совсем заплетается язык прощаюсь пока пока